Анна Елисеева старательно делает новогоднюю игрушку. Ножницы, разноцветная проволока и немного фантазии. Всего 10 минут работы и в копилке ее домашней коллекции очередная оригинальная поделка. В канун Рождества она украсит зеленую красавицу, говорит девушка. А все благодаря акции «Рождение добра». Очень все красиво, очень по-душевному и искренне. Здесь каждый друг друга поддерживает. И это очень хорошо чувствуется. В мастер-классе участвует и мама Анны – Наталья. Организаторы отмечают – совместное творчество сближает родителей с детьми, помогает им лучше понять друг друга. Это ангелочки, снежинки, цветочки. Они делают эти поделки и сами восхищаются ими. Конечно же, фотографируются, потом нам отзывы пишут шикарные. Очень приятно всегда. В Самарском духовно-просветительском центре «Кириллица» праздник проводится уже девятый год подряд. Здесь собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья. Акцию организуют при участии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». Мамочки, папочки, бабушки, дедушки, они уже отдыхают немножко от детей, общаются между собой, делятся информацией, где они проходят реабилитацию, развитие своих детей. И поэтому у нас многогранный праздник, который позволяет прям всей семье насладиться и порадоваться, что Христос родился. В празднике участвуют около 200 детей. Их развлекают Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Вместе они водят хороводы и отгадывают загадки. Видя, как люди могут радоваться, несмотря на все какие-то ограничения и сложности в жизни, как они могут благодарить, мы сами тоже исполняемся вот этой радости, благодарности, потому что мир, который создал Господь, прекрасен. Также для гостей организовали праздничный концерт. На сцене артиста танцевали и пели песни. А иллюзианист Никита Михайлов добавил в программу немного магии. Так, показываю. Видно? Ленточка проходит насквозь. Внимание! В завершении праздника дети получили подарки, сладости и развивающие игры. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.